Итак, дорогие друзья, доброе утро. Всем доброе утро. Ботертов, бонжур, шалом, хелло. Сегодня и завтра еще я, скорее всего, буду начинать урок раньше, до 10 утра, потому что у меня в 11 начинается тренинг, мне еще надо доехать. И я думал или пропускать, или не пропускать, но решил, что правильно будет не пропускать, начать раньше, а те, кто обычно смотрят с 10, посмотрят его в записи. Да, но те, кто всегда смотрят, вот Деорде Нивне, он смотрит всегда, поэтому он успел. Влад Косов тоже смотрит всегда, Саид Макаев, шалом. То есть эти дни, вот буквально несколько дней, будет начинаться раньше чуть-чуть, чтобы я в 10.05 где-то успел закончить. Сегодня Зураба Слонян из Германии, шалом, класс. Все, всем шалом. Итак, значит, Яков Шатанин, мы продолжаем изучать Мишли, притчу царя свободы. Сейчас началась моя самая вот любимая глава в Мишли. То есть третья глава, для меня лично здесь сконцентрированы самые такие запомнившиеся мне уроки, и которые я хотел бы прям реально их помнить, прям помнить и действовать, исходя из того, что царь Славон нам здесь посоветовал. Значит, мы остановили вчера на третьем отрывке, что, значит, если ты, давайте сначала начнем, да, что он говорит, сын мой, Тору мою не забывай. То есть мировоззрение Торы. То есть все Тора, включая рассказы про, вот сейчас мы начало учим, да, начало Торы мы учим, первая книга Борисшит, все истории, как Авраам, Ицках, Яков, вся их жизнь и так далее. Это все Тора, это все называется Тора. Альтишках, не забывай эти все истории, как надо действовать. Вы Митсвата и Цор Лебеха. И Митсвот заповеди, пусть все время производит твое сердце, человек каждую минуту должен принимать решение, так поступить или так поступить, туда пойти или сюда пойти, так сделать или не так сделать. На все это есть заповеди Бога. Бог конкретно сказал, как делать, в любой ситуации все прописано, расписано, только надо знать и нужно принять на себя, выполнять эти заповеди. Потому что если ты не принимаешь на себя их выполнять, то ты что-то выполняешь, что-то не выполняешь, и получается такая разноплановая жизнь, очень разноплановая жизнь. Как когда-то у Райкина была такая миниатюра, когда он заходит, такой очень кривой костюм, и он говорит, покажите мне человека, который шил этот костюм. И выходит целая толпа людей, и они говорят, мы. Он говорит, что значит мы? Они говорят, мы шили, каждый шил что-то свое. И один выходит, говорит, пуговицы, пуговицы, есть вопрос? Нет вопроса, пуговицы крепко пришиты. То есть пуговицы намертво пришиты. Он говорит, ну все же кривое. Они говорят, ну бывает. Вот так же жизнь человека, когда он что-то выполняет, что-то не выполняет, что-то соблюдает, что-то не соблюдает. Что-то он идет, как Бог сказал, что-то он идет, не как Бог сказал. И в этом случае он будет кривоватый, непредсказуемый. Понятно? Значит, Саач Соломон нам говорит, сыно, сын мой. Тору не забывай. То есть нужно постоянно повторять, изучать. И заповеди пусть постоянно производят твое сердце. Что делать, ты должен постоянно вспоминать эти заповеди. Зачем? Потому что долгие дни. Тогда у тебя будут долгие хорошие дни. Это как бы содержание дня. Вышнот Хаим. И годы жизни, уходящие в вечность, в духовную жизнь. Вышалом. И будет у тебя шалом в душе. То есть ты будешь в мире. В мире с собой. В мире, в мире с миром. То есть шалом. Будет у тебя шалом. Юсиф Улак. Тебе добавят с неба. Тора милосердия и Тора истины. Они тебя не оставят. И завяжи их на свое горло, чтобы ты их постоянно говорил. И пропиши их на скрижалях своего сердца, своего подсознания. Отлично. Вот мы на этом остановились. Теперь дальше. И что будет? Четвертый отрывок. Четвертый отрывок звучит так. И ты найдешь тогда хэн, приятность, вэсэхэльтов. Сэхэльтов это, Малдин объясняет, что это руаха кодыш, святой дух. То есть тебя накроет святой дух. И будет у тебя вот этот хэн, приятность и святой дух. В глазах Бога и человека. Что это значит? То есть вот живет человек, да, у него есть такое тело, такое, как биоскафандр, обезьяна такая. Ну, обезьяна без шерсти, назовем это так. Это тело. Обезьяна без шерсти. У человека есть интеллектуальный аппарат, который производит мысли и слова. И он эти слова производит. И он живет сам в своей же смысловой вот этой вот нагрузке. То есть он все время крутит в голове какие-то мысли. И сам же эти мысли и наблюдает. Сам сказал, сам отреагировал. Знаете как, когда человек размышляет, очень интересное такое явление. Вот он про себя думает, да. Думает он какую-то мысль. Вот, значит, думает, что у меня за жизнь. Вот что у меня за жизнь. Потом сам же себе говорит внутри в голове. Плохая жизнь. И расстроился сам же. Сам же, ой, пострадал. А завтра как будет? Ой, завтра будет хорошо. Сам же порадовался. Потом, а потом будет плохо. Сам же погрустил. Потом, а потом опять хорошо порадовался. То есть человек сам себе рассказывает истории. Сам же на них реагирует. Это как бы мыслительный аппарат человека. Теперь, если он заполняет мыслительный аппарат Торой, то есть он берет и говорит, секундочку, я как бы, ну, телевизор я достаточно в жизни смотрел. Книжки я прочитал, там, Анна Каренина, то есть, вот, как бы, дал намек про рельсы, да, что надо на рельсы ложиться, там, Война и Мир тоже почитал. Все. Но теперь, как бы, оно мне все не дало ответов ни на какие вопросы. Оно добавило вопросов, как правильно жить. А вот я сейчас буду изучать Тору, в которой рассказано, как работает мир от Бога, от Создателя мира. И когда ты заполняешь свою голову Торой и заповедями, в этот момент твой мыслительный аппарат заполняется очень четкой, такой гармоничной структурой, которую, правда, тяжело, тяжело выполнять. Потому что твоя животная, вот эта вот структура и то, что ты себе раньше наговорил, наслушался, оно идет в противоречие с Торой. То есть, ты, как бы, одеваешь сверху на свою жизненную, вот, эту всю историю, которая в тебе накопилась, ты одеваешь вот эту вот Тору, которая, которая такая умная, красивая, приятная, но это как, ну, такое, что-то очень духовное, сверху такое облачко. Теперь, и что? То, ну, если ты смог это сделать, то ты находишь хен, приятность, высых эльтов, и через эту Тору на тебя начинает идти божественное присутствие в реальности. То есть, ты, как бы, присоединяешься, подсоединяешься к божественному настоящему присутствию, к духовности, которая выше, чем материальность. И, значит, в этот момент люди, они говорят, вау, смотри на него, он духовный, он такой, прямо, хороший человек, добрый, у него глаза светятся, он со всеми здоровается, он добро делает, он помогает и так далее. И это то, что царь Соломон нам обещает в четвертом отрывке, что когда ты завяжешь Тору на горло свое, да, и пропишешь ее на скрижалях своего сердца, своего подсознания, тогда ты найдешь приятность. В эссе хельтов дословно переводится интеллект добрый, хороший, да, значит, в глазах Бога и людей, то есть, ну, в глазах у Бога нет глаз, это отношение переводится, да, отношение Бога и отношение людей. Пятый отрывок, пятый отрывок, прям, он для меня является очень таким вот важным в принятии всех решений. Говорится так в нем. Вот человек, он все время думает, как бы ему обустроить свое будущее. Он все время пытается выстроить какую-то комбину, вот я сделаю так, потом так, потом так, и будет так, и вот мне будет удобно и хорошо. Он пытается себе выстроить. Тут же, когда он все это строит у себя своей сообразительностью, бина, как мы знаем, это как строительство, логика. Он пытается выстроить какую-то структуру, и она тут же у него начинает падать, у него же в голове. Ее пока нет. Будущего же никто не знает. Человек выдумывает себе какую-то комбину, и тут же он думает, блин, а вот тут же может тут пробой быть, и тут пробой. А если он не согласится? А если он сделает по-другому? А если Иран сделает атомную ракету? А если Трампа сделают импичмент? А если будет кризис финансовый? А если, а если, а если? И он такой бах, и у него рушится все его строительство. Он должен принять решение в какой-то ситуации. И он сидит и думает, сложная ситуация, туда идти там или туда идти. И он комбинирует, выдумывает. Это все называется сообразительность, логика. Говорит нам царь Соломон. Положись на Бога всем своим сердцем. А на свою сообразительность не полагайся. Расслабься. Лучше возьми, сделай сегодня заповедь, сегодня заповедь, сегодня заповедь. Хорошо помолись, благодари Бога. И он тебя проведет по любым дорогам. Он тебя проведет туда, и здесь будет хорошо, и там будет хорошо. И вообще будет хорошо. Это очень для меня важный такой отрывок, который позволяет мне относиться к будущему и к жизни с, можно сказать, простым языком, это беспечность и пофидизм. То есть я берусь за те проекты, которые я не знаю, как я, если бы я хоть на минуту задумался, как провести на 8000 человек мегатренинг, вот сейчас у нас будет мегатренинг. Я бы отказался бы его проводить, я вам честно говорю, потому что я не знаю, столько может быть вот в этой огромной комбинации, когда надо продать 8000 билетов, пригласить 20 с Питера, все это организовать, свести и так далее. Столько может быть нюансов, что просто капец. Я читаю 4-й отрывок 3-й главы. Положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не полагайся. Все. Значит, цель есть хорошая, есть. С Божьей помощью все получится. Понятно, да? Я лично это так понимаю. И это дает возможность, дает возможность, значит, спокойнее жить и спокойно смотреть в будущее. Потому что те люди, которые полагаются на свою сообразительность, такие есть комбинаторы, что просто комбинаторы из комбинаторов. Это мне понравилось одно выражение такое, что если бы в бизнесе, если бы в бизнесе все решала логика, то лучшими бизнесменами были бы математики и шахматисты. Но мы видим, что очень часто лучшие бизнесмены, это люди без высшего образования, которые просто... Сейчас вышел Илон Маск, показал какой-то макет машины, камнем бросил, говорит, это стекло не разбивается даже в космосе. Бросает камень, оно разбилось. 200 тысяч заказов. Это нормально. Это как раз вот этот вот момент, что у него есть такой бетахон, такая уверенность в будущем. Я не знаю, на кого он полагается. На Бога он полагается, на просто на свою удачу, на свой разум. Не знаю, на что он полагается. Но все вот эти вот большие проекты, которые очень часто заканчиваются провалами. Большинство больших проектов заканчиваются, кстати, провалами. Это факт. Но начинаются они все с одной точки, с надежды на что-то, что все будет хорошо. Хорошо, большинство проваливается, какие-то реализовываются. Но факт в том, что те люди, которые пытаются своей сообразительностью просчитать свое будущее, царь Саламон говорит, нет, это не метод. Положись на Бога всем своим сердцем, всем сердцем, всем мышлением, а не на свою сообразительность. На свою сообразительность не полагайся. Шестой отрывок. Шестой отрывок, вообще, я его когда-то прямо постоянно думал, думал. И вам советую хотя бы пару дней прожить с этим шестым отрывком, чтобы прямо его записать, прописать. Можете на иврите его выучить, можете его выучить на русском. Неважно. Вот, слушайтесь. Беколь драхеха деу. На всех твоих путях познавай его. Имеется в виду Бога познавай. В у яошер архатеха. И он выпрямит твои дорожки. Значит, есть широкий путь, есть маленькие дорожки. Теперь, говорит нам царь Соломон, на всех путях широких познавай его. На всех глобальных решениях, это широкий путь, да, в жизни человека, глобально должен быть вопрос, насколько этот путь приближает меня к Богу. Это главный вопрос, чего Бог от меня хочет глобально. Вот по этому пути я буду ближе к Богу или не ближе к Богу. Это касается выбора места жительства, воспитания детей, выбора профессии и так далее. То есть, выбор общения, с тем общаться, с тем не общаться. Когда ты на магистральном пути делаешь выбор не в какие-то свои сиюминутные требования и удобства, а ты говоришь, секундочку, для меня глобально, на глобальном моем этом широком пути, главное это познавать Всевышнего. То есть, я хочу познавать Его, быть ближе к Нему, больше учить Торы, общаться с более религиозными людьми, с более чистыми людьми, чтобы дети мои были в хорошем окружении и так далее. Тогда вы У, тогда Бог. То есть, ты положился на Него, на глобальных своих решениях, а Он выпрямит твои дорожки. Он маленький, и твои дорожки все повыпрямляет. Здесь я вспоминаю одну историю, которая меня очень сильно, очень сильно меня когда-то, ну, удивила и запомнилась. Значит, есть такая семья известная Высоцкий, Высоцкий, Чай Высоцкий, многие знают. Значит, это было еще до революции, был такой человек, не помню, как первого Высоцкого звали. Он, этот Высоцкий, значит, учился у Раби Истроля Салантера, в Ешиве Воложен он учился, в очень хороших Ешивах. Потом он занялся бизнесом, и в бизнесе он очень преуспел. То есть, у него было там около 30% чайной торговли России. То есть, по сегодняшним деньгам он был миллиардер, наверное, то есть, не меньше. И вот, он был религиозный, верующий, он построил в Москве там синагогу, была Чай Высоцкий, Сахар Бродский, я не знаю про Бродского историю, это я читал историю, статья, то есть, может, мы вам даже ее и выложим на Ваикре, «История семьи Высоцкий». Значит, он был очень религиозным, но его дети уже, уже, они были нерелигиозные или малорелигиозные, и они начали поддерживать партию эсеров, они были главные спонсоры вот этих партий эсеров. И в итоге была революция одна в России, потом была революция другая, и, естественно, у них все забрали, все забрали, конфисковали, и они потеряли его уже дети. Он умер, как Авраам Авинов в доброй старости, то есть, он был религиозный, но с детьми уже начались у него проблемы. Его потом, семья Высоцкий переехала в Европу, и заново начали там бизнес, и тоже сильно развернулись в Германии, в Европе. И только была там одна ветка, маленькая была ветка, они сказали, что мы хотим уехать в Израиль. Мы хотим уехать в Израиль, то есть, уже есть возможность, тогда с 20-х годов можно было уезжать в Израиль, и, значит, они уехали. Маленькая ветка Высоцких уехала в Израиль. Остальные остались в Европе. Потом пришли нацисты к власти, всех в Европе уничтожили, и осталась только одна часть семьи, которая уехала в Израиль, и которые в Израиле, сейчас у них 70% чайной торговли Израиля. Я не знаю, они религиозные, нерелигиозные, но вот именно вот этот вот момент, когда человек принимает решение, в первую очередь задавая вопрос, что Бог от меня хочет, в этот момент он на крупном пути выбирает Бога. А дальше мелкие все дела, они у него каким-то образом решаются. Если он по-крупному выбирает свои какие-то расчеты, то тогда тоже, возможно, Бог его оставит, не оставит, поможет, не поможет, научит, не научит. Но вот этот вот отрывок мне очень запомнился. Я помню, когда хоронили Рава Зильбера, Рав Ильяшев, такой был тоже глава поколения, не-нет, это выступал сын Рав Бенсон, говорил по папе своему поминальную речь, и Рав Бенсон говорил, вы знаете, я могу про папу сказать только одно. У папы во всех решениях был один вопрос, что Бог от меня хочет? Вот это был его единственный вопрос в жизни, на базе которого он принимал все свои решения большие и маленькие. Но нам царь Соломон говорит, что достаточно на больших крупных путях выбирать Бога, а он уже выпрямит все твои мелкие дорожки. Вот это для меня когда-то был очень такой важный отрывок. И на этом мы сегодня заканчиваем урок. Следующий тоже, третья глава, она прям наполнена, наполнена такими жизненными основополагающими установками, что я считаю, что ее надо читать, третью главу, вот каждый день. Значит, мы сейчас выложим кусочек, есть полностью перевод. Третья глава Мишли, она о принятии решений, о том, как выбирать жизненный путь, о том, как жить. Да, Бу-Нав-Ша-Джураев, я еврей, есть тут евреи, есть, я думаю, и не евреи, но большинство, мы изучаем еврейскую мудрость, еврейскую мудрость, мудрость царя Соломона, мудрость царя Израиля, который построил первый Иерусалимский храм и который миру сообщал о том, что есть Бог, что мы, в принципе, на портале Воикра и делаем. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, напишите, пожалуйста, свои выводы и всего хорошего, пока. До завтра. Завтра тоже будет без 20 уроков, без 20, без 15.